Медики четко объясняют, есть градация всех вызовов. Схематично ее можно представить так. Все звонки на номер 03 поступают в единую диспетчерскую службу. Уже оттуда с помощью специальной компьютерной программы. Вызовы распределяются либо по районам под станцией, либо в поликлинику по месту жительства обратившегося. И такой вызов уже приобретает статус не отложной помощи, а не скорой. К экстренной помощи относятся все угрожающие жизнесостояния. И тогда наше время доезда, оно 20 минут, и оно всегда остается таким, до 20 минут. И мы всегда приезжаем без опоздания. Но в последнее время появилось большое количество вызовов по так называемой неотложной помощи. Это обострение каких-то хронических заболеваний, внезапных состояний. И вот тогда, тогда время доезда, люди должны это понимать прекрасно, оно составляет до двух часов. Чтобы уложиться в действующие нормативы прибытия на вызов, врачи центральной станции направляют к пациентам ближайшие свободные бригады медиков. Все кареты скорой помощи оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС. Обслуживают город 43 бригады. Они распределены между четырьмя подстанциями и центром. За сутки на номер 03 в Рязани поступает порядка 800 звонков. При этом две трети всех вызовов, на которые выезжают экстренной помощи, не требуют. Мы бы хотели просто просить, чтобы добрее относились к бригадам скорой помощи. Я понимаю, что люди ждут, иногда ждут достаточно долго, но люди должны понимать, что бригада к ним едет не потому, что не хочет, а потому, что она вот в этот данный конкретный момент находится у другого пациента, который дозвонился раньше. И не более того, у нас люди практически не отдыхают, фактически работают в круглосуточном режиме, естественно, с огромной нагрузкой. Мы обычные, обыкновенные люди, мы тоже болеем и прочее, прочее. Тем не менее, люди ездят. В поликлинике вызовы направляются только в часы работы медучреждений с 8 утра и до 7 вечера. В остальное время оказание неотложной помощи ложится на работников скорой. И тут могут возникать трудности с нехваткой персонала. На сегодняшний момент в Рязанской скорой помощи работают 318 фельдшеров и 65 врачей, а по нормам должно быть более 400 фельдшеров и 150 врачей. Всего не хватает около 200 специалистов. И это парадокс – нехватка медперсонала в городе, где работает один из самых крупных медицинских вузов страны, а также медколледж. Мы постоянно работаем с медицинским колледжем. Вот, в частности, сегодня в два часа состоится тоже конференция. Мы туда едем и будем рассказывать молодым специалистам, студентам, чтобы они приходили к нам на скорую помощь. Нехватка медицинских кадров и особенно врачей скорой помощи в последние годы стала актуальна практически для всех регионов страны.